Сыграем песню русскую. Большим фольклорным фестивалем Клин снова громко прозвучал. Три дня на сценах города выступали уникальные народные коллективы. География фестиваля обширна от Архангельской области до южных регионов России. Подробнее расскажет Татьяна Барулина. На сцене Чайковского непривычно шумно. Вместо классических произведений народной песни и хороводы, вместо фортепианы и скрипок – пастушьи рожки. Экзотика русского фольклора в исполнении дмитровских рожечников. В принципе, как инструмент стали его использовать пастухи. Они пасли скоту и в свободное время собирались вместе и играли на разных свадьбах, вечеринках и вечерках. На вечерках 21 века зажигают кощеевские бабушки из ансамбля «Зоренька». Этноколлектив приехал в Клин из Архангельской области. Местные старожилы некоторым участницам под 90 лет. Но они лихо отплясывают на сцене, поют частушки-ратоушки и в песнях прославляют родные края. Моя ты, малая родина, деревня Кощеевская, тепло моей родной земли всем сердцем ощущаю. Не зря в народе говорят, что не деревня, то своя выходка. Кто песнь самобытную споет, кто обрядами удивит, кто хоровод заведет. В рамках конкурса можно и то, и другое. Это уже второй день фольклорного фестиваля. Участники зажигают в актовом зале детской школы искусств. Танцующая коза. Для современников танец странный, для знатоков фольклора – настоящая находка. Оказывается, в Древней Руси это животное почитали как символ плодородия. Козу загоняли на двор, одаривали, а весной ждали богатый приплод. Танец – символ народная мудрость, собранная по крупицам. Мы ездим в экспедиции, и не только мы, где нам сами бабушки, которые когда-то жили этим, или им рассказывали их родители или бабушки, они нам передают эти знания, которые знания, песни рассказывают, вплоть до того, как делали эту козу, как наряжали. А в это время за сценой. Еще раз нужно проверить звук. И контрабас а-ля рус, готов к выходу на большую сцену. А вот и главный голос – старинные гусли и одноименный коллектив гусляры. Они приехали на конкурсы с города Видное и привезли с собой необычный оркестр. Это старинный русский инструмент гусли и бытовые народные инструменты, которые мы используем в своих произведениях, чтобы не забывали, как жили наши предки, на чем они кушали. Это ложки, это пилы, косы, стиральные доски – то, что уже из быта вышло из нашего употребления. Но в концертных номерах это звучит и весело, и забавно. За шесть часов перед профессиональным жюри выступило 22 коллектива – детские, взрослые, профи и любители. И кажется, в этом конкурсе не должно быть победителей или проигравших. Сам факт, что фольклорный фестиваль в Клину состоялся – уже одна общая победа. Я считаю, что он прошел просто блестяще, то, что мы видели. Потому что для первого раза организационная работа была проведена огромная. И достойно большого уважения и самых высоких пиетитов. Добивали песню русскую уже в зале Чайковского на закрытии. Перед зрителями выступили лучшие фолк-коллективы фестиваля. И это только начало, признается глава района. Теперь фестиваль-конкурс народно-певчерского искусства в Клину станет традиционным. Этот фестиваль получил свое рождение, получил здесь свое вдохновение. Это показали эти три дня. И, конечно же, я уверена, что у этого фестиваля очень-очень яркая, длинная, красочная жизнь. Длиною в годы и столетия, надеюсь. Потому что русская культура, русские традиции настолько многогранные, настолько яркие, что, наверное, может это и не скромно, но честно, равных нет. В старине хранится самое главное – мудрость народная. Вот, конечно же, хотелось бы, чтобы народ наш был мудрым. Даже слезы, честно сказать, на глазах выступили, потому что, ну, радость за нашу российскую, за наш русский народ, за наши русские просторы, ну, гордость. Низкий поклон, я боюсь, я думаю, что я не ошибаюсь, от всех зрителей, которые сидели в зале, лично от меня, огромнейшее спасибо за такое выступление. Татьяна Барулина, Юлия Левицкая. Новости дня.